Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о творчестве московской Brutal Dead Metal группы Enemy Crucifixion. Поехали! Коллектив Enemy Crucifixion был основан в 2014 году вокалистом Артемием Киселевым и гитаристом Глебом Колесниковым. Музыканты являются основным костяком и духовной опорой группы, но их музыкальный путь начался раньше, с коллектива под названием D.O.B., который играл что-то среднее между грайндкором, трэшем и панком. Но постепенно между музыкантами начали вырисовываться противоречия. Если одни хотели развиваться дальше, как сонграйтеры и исполнители, то другие чувствовали себя вполне комфортно на том уровне, которого уже достигли. По мнению Глеба Колесникова, это было связано с банальной ленью. Его бывшие коллеги не хотели развиваться как музыканты, и скоро стало очевидно, что им не по пути. Вокалиста Артемия Киселева Киселева призывают в армию, где он постигает тяготы армейской жизни, внезапно получает инсайд. И прямо из армии пишет гитаристу Глебу Колесникову, что необходимы радикальные перемены в творчестве, что в итоге и выливается в создание нового коллектива. И 4 апреля 2014 года новая музыкальная формация Enemy Crucifixion официально обрела жизнь. А уже 17 апреля группа выпустила дебютный сингл The Enemy. Следом, во второй половине 2014 года Enemy Crucifixion выпускает дебютный EP Disgut. Артемий признается, что в начале творческого пути группы было много проблем с составом. Но это никак не сказывается на их творческом потенциале. Каждый новый участник добавлял что-то свое в музыкальную палитру группы, обогащая ее и без того насыщенный брутально-мелодический колорит. В итоге Киселев с Колесниковым смогли найти единомышленников и вместе с ними приступить к работе над дебютным альбомом, включив в его состав заново перезаписанные композиции с EP Disgut. А 12 февраля 2016 года Enemy Crucifixion представили первый полноформатный альбом. Дебютная пластинка получившая название Core of Humanity была записана по словам Артемия музыкантами спонтанно. Конечно, перед записью они размышляли о том, чего они хотят добиться и как, но само решение приступить к записи было почти что мгновенным. На запись пластинки ушло, правда, почти полгода. Музыканты долго работали над партиями гитар и ударных. Несмотря на то, что барабаны были забиты, партии для них были придуманы ударником первого состава группы Осипом Данько. Сами Enemy Crucifixion, проделанные работой, остались довольны, но не собирались останавливаться на достигнутом. По мнению гитариста Глеба Колесникова, группа должна постоянно развиваться, и каждый последующий релиз должен быть лучшей предшественника. Так что Enemy Crucifixion много работают, постоянно репетируют и пишут новый материал, сочетая духовную и смысловую нагрузку с прогрессивным техничным музыкальным началом. Концепция Core of Humanity заключается в обречении пороков человечества. Самых грязных, темных и потаенных мыслей. Каждая песня является олицетворением какой-то сокрытой в глубине души и свойственной, всем людям грязи. А заглавная композиция по сути является смысловым синопсисом всей пластинки. Несмотря на то, что музыкальное полотно больше сосредоточено на тяжести, оно включает в себя и мелодичные моменты. Большинство из которых, правда, жуткие хроматические гаммы и тремоло-рифы, что является эффектным дополнением к жесткости подачи материала. Кроме того, в наличии брутальные, быстрые и запоминающиеся рифы. Очевидно, что у музыкантов было много практики, так как сунграйтинг достаточно зрелый и не дает слушателю заскучать на протяжении всего альбома. Production демонстрирует относительно чистый звук с акцентом на барабанные паттерны и характерные элементы скорости. Гитары и бас настроены низко, что придает им сокрушительный звук в совокупности с мясным густым гроулом Киселева. Впрочем, порой Артемий и вовсе звучит как назгул на анаболиках, что только добавляет экспрессии в это бруталдетовое варево. Надо сказать, что для правильного экстремального вокала Артем брал несколько уроков у вокалиста Шокран, ныне аматори Сергея Раева. Отдельно стоит отметить бас, а точнее его инферальное звучание, добавляющее гнетущее чувство тревоги и пессимизма на протяжении всей пластинки. Чего уж говорить о горькой тоске пусть хоть и забитых, но не ставших от этого менее эсхатологичными ударных. Альбом Core of Humanity подобен скоростному локомотиву под управлением одержимого машиниста. Музыкальное полотно стремительно несется вперед, высекая мощные аккорды, шквалы тремоло, клочья, соло-партий и тремор ударных. И даже когда наконец пояс сошел под откос, за секунды до своего окончания нарушает умиротворенность амбиента среднетемповой, почти грувовой гитарной проходкой. Альбом Core of Humanity коллектива Enemy Crucifixion демонстрирует зрелый уровень сонграйтинга и исполнительского мастерства. Музыкантам практически удалось соблюсти идеальный баланс всех инструментов. Но в некоторых местах партии ударных кажутся все-таки чуть более назойливыми, чем должны были быть. Но в целом на Core of Humanity ни один инструмент не доминирует над другим. Гитары демонстрируют жирное тэт-метал звучание. Партии бас-гитары читаемы и убедительно звучат. Вокал гармонично сочетается с музыкальным полотном, не выпадая из ритма. На альбоме нет явных филеров, а композиции так быстро сменяют одна другую, что альбом слушается на одном дыхании и не успевает надоесть. Одним словом, крепкая и серьезная работа. После выхода дебюта Enemy Crucifixion отыграли первый в своей истории концерт 24 апреля 2016 года. Следующим выступлением для коллектива стало участие в фестивале тяжелой музыки Некробойня, одним из организаторов которого был Артем Киселев. По словам музыканта, он занимается этим мероприятием исключительно ради поддержки тяжелой музыки на безвозмездной основе. А 27 июня 2016 года Enemy Crucifixion заключили контракт с индонезийским лейблом Roommate Records на издание своего первого полноформатника. Но это, как вы понимаете, в современном мире не так уж и важно, учитывая в какую кабалу чаще всего вгоняют лейблы музыкантов. Куда интереснее тот факт, что практически сразу после выхода дебютника Enemy Crucifixion приступили к работе над второй пластинкой. Но по причине постоянных ротаций в составе процесс изрядно затянулся. И даже когда он вновь устоялся, музыкантам потребовалось время, чтобы новый ударник Кирилл Чумачек адаптировался к коллективу и сыгрался с музыкантами. Равно как и гитариста Роман Кикен. На конец 5 апреля 2019 года Enemy Crucifixion выпустили новый сингл Separated. Композиция бескомпромиссный шквал террора и металла, пронизанных тоническим первородным ужасом плоти перед небытием. Марш геноцида по Нигерик проклятым. Если бы жнецы из вселенной Mass Effect писали бы музыку, уверен, что она звучала бы именно так. Enemy Crucifixion вышли на новый уровень брутальности. Гитарные риффы буквально сочатся тестостероном, ударные бьются словно в истерике, сокрушая всё на своём пути. Но уже не выдаваясь так сильно вперёд, как на дебюте. Вокал Киселёва явно возмужал, став ещё более злобосочным. А последний на сегодняшний день сингл группы вышел 24 февраля 2020 года. За прошедшее время состав Enemy Crucifixion в очередной раз изменился. Новым басистом группы стал Алексей Закон, гитарист группы Humaniac, вокалистом которой по совместительству является Артемий Киселёв. При прослушивании новой композиции Affliction сразу бросаются три отличия этого произведения от прочих в багаже группы. Во-первых, это меланхоличное, спокойное вступление в духе то ли Металлики, то ли Келтик Фрост, а может Ice It Off. В общем, совершенно не характерно для коллектива, но красиво. Во-вторых, вокал Артемия Киселёва. В этот раз местами он срывается в откровенный блэковый скриминг, а местами вспоминает о своём прошлом и пускает немного пиксквилла. В-третьих, в музыкальном полотне чётко обозначились элементы грув металла, что не может не радовать. Остаётся только дождаться второго альбома, чтобы понять, как далеко заведут музыкантов их творческие эксперименты. Но первые две ласточки с грядущей пластинки получились более чем удачными. Enemy Crucifixion своим творчеством убедительно демонстрирует, что и в рамках такого ортодоксального жанра, как Brutal Dead Metal, можно сочинять и играть интересную и разностороннюю музыку. Главное заниматься творчеством и не бояться экспериментов, а не играть в жанр. Друзья, не стесняйтесь переходить по ссылочкам в описании, чтобы познакомиться с творчеством героев ролика получше. Если вам понравился ролик, то смело ставьте лайк. По желанию и возможности распространяйте видео в социальных сетях и обязательно оставляйте своё мнение в комментариях. Это важно. До новых встреч. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok